Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я вас приветствую, дорогой Владимир, я вас приветствую, дорогие наши радио, теле и интернет-слушатели. Итак, любовь. Любовь – это такое слово, очень известное, употребляющееся в нашей жизни очень часто. Я думаю, что это слово употребляется чаще всего. Наравне со словом, скажем, мама, папа. В общем, это бесконечно повторяющееся слово. И вот, вы знаете, прожив почти 60 лет, я себе несколько лет назад задал такой вопрос. А что же такое любовь? Я начал наблюдать за своей собственной жизнью. Начал ее анализировать. Начал присматриваться к своей семейной жизни. К своим отношениям со своей родной, любимой женой. И я выяснил, что любовь – это такое слово, которое неплохо бы проанализировать. Неплохо бы его, скажем так, разложить в такой спектр. Спектр оттенков чувств. И вы знаете, я занялся этим вопросом. У меня на это ушло, ну, где-то так, скажем, не более трех-четырех дней. Я взял книгу афоризмов, мировые высказывания лучших, как говорится, самых известных людей о любви. Вова, я перерыл где-то, ну, скажем, три толстых книги, значит, афоризмов. Где-то около 250 афоризмов я когда просмотрел, я пришел к выводу, что повторяются определенные семь чувств. Вот, эти семь чувств я записал, семь оттенков, и я пришел к выводу, что любовь – это совокупность семи оттенков. Вот я всегда привожу такой легкий пример. Мы берем солнечный луч и раскладываем его на, как это всегда известно, знаете, вот радуга, да, она имеет свои цвета. Спектр. Спектр цветов. Ну, и, значит, каждый охотник желает знать, где сидят фазаны, да? Ну, если он на фазанов охотится, соответственно. А если он охотится на медведя, то ему эти фазаны, знаете ли, до голубой звезды Сиона. Да, и вот получается, что каждый охотник желает знать, где сидят фазаны – это красный, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый и так далее. Все эти цвета мы знаем. Я пришел к выводу, что любовь начинается с первого, очень важного момента. Как бы ты ни говорил, как бы ты ни думал, всегда первый момент – это что? Внимание к субъекту любви. Люди встретились глазами, или это любовь с первого взгляда, или это любовь со второго взгляда, но человек уже обращает внимание на субъект своей любви. Кстати сказать, в данном случае моя теория, она распространяется не только на отношения мужчин и женщин. Этот же самый принцип мы можем приложить и к вопросу любовь к творчеству, любовь к искусству, любовь к работе. Все, что связано со словом любовь. Обязательно, если это набор всех этих чувств, значит, это полнота любви. Вот сейчас мы начинаем. Итак, Володя, с чего мы начали? Первый вопрос? Ну, конечно, с любви. Да, но первое, что я назвал? Фазанов. Фазанов. Нет, фазанчики уже улетели. Окей. Их распугал охотник. Вопрос какой? Внимание. Внимание. Первый вопрос – это первый момент, первый оттенок. К объекту любви. К субъекту. К субъекту любви. Ну, почему? Бывает и объект любви. Человек может любить машину, например. Совершенно верно. Или деньги. Совершенно верно. Такой вот момент. Понимаете? Любовь бывает разная, жидкая и газообразная. Я думаю, что… Всякая любовь бывает. Абсолютно. Но я думаю, что людей больше всего волнует субъективная любовь к живому существу. Вы думаете? Скорее всего, человека к человеку. Но еще более всего, я бы хотел бы сегодня поговорить о любви мужчины к женщине. А как же Господь? К женщине к мужчине. А как же любовь к Господу нашему? Я понимаю. Мы уже об этом… Единому. Мы об этом уже говорили. И говорили, и будем говорить. Начинается это с чего? С внимания к Святому Духу. Общения со Святым Духом. Да, и аминь. Вот. С внимания к Отцу и Сыну и Святому Духу. С внимания к Богу. Да. Сейчас мы говорим о… Я думаю, в наше время это очень важная тема. Это отношение мужчины и женщины. И мы продолжаем, как говорится, эту теорию. И углубляемся в нее для того, чтобы люди не потеряли интерес. Два противоположных пола, один другому. Чтобы они пришли к консенсусу, к общему знаменателю. К апогею. Вот к этим чувствам гармонии один другого. Потому что я очень хочу, чтобы на этой земле эти чувства задержались как можно дольше, как можно больше. И как можно, как говорится, мы продолжали эту традицию любви. Итак, я предлагаю сегодня теорию любви. Это моя личная теория от Михаила Цыпеса, которая пришла ко мне как откровение два или три года назад. И я сегодня хочу ее изложить. Теория моей любви. Итак, первый оттенок – это внимание. Встретились два человека. Вы помните фильм «Анатомия любви»? Это был, где Барбара Брыльская играла, там еще кто-то. Они встретились где-то там в картинной галерее, на какой-то выставке. И вот в этом фильме показывается, он посмотрел на нее, она посмотрела на него. Все, внимание! Внимание! Почему-то много женщин вокруг, почему-то много мужчин, но человек выбирает кого-то одного. Ну, понимаете, оно по-разному бывает вообще. Вообще-то в жизни бывают полигамные, так сказать, мужчины. Но мы в любом случае, знаете, даже полигамный мужчина, он всегда говорит каждой женщине, что он ее любит, как никого другого на белом свете. Вы думаете? Да, ну, конечно, об этом говорят. Почему же они успешны? Потому что они очень внимательны к каждой своей женщине. Но это, знаете, как говорится, в Библии описывается, что у царя Давидова было много жен, было когда-то период многоженства. Сегодня это уже другое время. Кто-то себе это может позволить в мусульманском мире, кто-то в христианском, кто-то в элитарном обществе. Сегодня мы говорим о самом принципе. Да. О самом принципе. Итак, первое – это внимание. Что же такое внимание? Внимание – это ты не отрываешься от субъекта, игнорируешь все вокруг и внимательно-внимательно относишься к субъекту любви. Ты изучаешь его, ты смотришь на него, ты очень-очень сконцентрированный в своем взгляде. Вот с этого начинается любовь. Внимание. Кстати сказать, внимание, сконцентрированный взгляд – это чисто физиологическое, физическое такое явление. Но переходим уже к вниманию более в глубоком понимании. Что значит внимание? Внимание – это значит внимательный. Ты внимаешь. Да, вот я хотел только сказать, да. Ты впитываешь энергию, ты «you reduce», по-английски поглощаешь энергию. Что же хочет этот человек? Как собачка. Да. Что же хочет эта женщина? Какая ее потребность? Или что хочет субъект любви? Ты к нему крайне-крайне внимательный. Вот я приведу такой пример. Встретились первый раз парень и девушка. И вот вы знаете… Like first date – первое свидание, да? Да, первое свидание. Я бы даже дал бы такой совет. Вот, например, если вы хотите узнать, или вы действительно интересный человек, такой практический совет, он немножко юморной, юморной, но мне кажется, он принесет успех многим людям, кто ищет хорошую избранницу. Так. Или она и в гармонию. Итак, первый совет. Встретились, и он нечаянно, невзначай, должен во время беседы ей сказать. Что-то коленка… Что-то коленка болит? Коленка болит, коленка, или локоть, или вот… Вот тут вот что-то вот… Я уже три дня не могу… Ну, пускай это будет коленка. Коленка, да. Что-то коленка болит. И все, и сказать. А, да ладно, это не будем обращать внимания. Так. И вот тут, тут. Это первый тест. Если эта девушка после этой встречи не позвонит ему… Видите, Вова, я правильное ударение делаю на слово «позвонить». Да, 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 да. Если она ему не позвонит через пару дней и не спросит, «Скажи, пожалуйста, дорогой Петенька, а как твое коленка?» И если она у него не спросит, если она не обратила внимания, что у него что-то болело, и он невзначай это сказал, она была невнимательна, и ей на него наплевать. Это уже первый тест. Вова, представляете, как это интересно? Да. Это уже практический совет, Владимир. Да, это просто проведение какое-то, я даже вам хочу сказать. Володенька, скажите, пожалуйста, где… Вашими устами, Михаил, глаголит вообще Господь, да? Так, теперь дальше идем. А какой же второй оттенок во взаимоотношениях? Какой же? В этом спектре чувств под названием «одно слово любовь». А второй, Володя, понимание. Понимание. А вот тут мы переходим к углублению в этот оттенок. А что же значит понимание? Ну, без понимания невозможно внимание, правильно? Конечно. И как раз бы я сказал, без внимания мы же не перейдем пониманию. Неа. Ну, хорошо, пусть будет так. Вы хотели бы, чтобы я вообще поставил на первое место понимание, на второе внимание, ну, будем так, Володенька, ведь как спектры? Они же не строго между собой имеют границу. Они же переливаются. Потому же это и гармония, потому это и радуга. Правильно? Это же спектр. Спектр – это когда один что, цвет, оттенок, переходит незаметно в другой. Дисперсия света называется. Абсолютно. Володенька, спасибо, пожалуйста. Я же в науке не очень высок. Пожалуйста, спасибо. Так, не за что. Вы очень внимательны ко мне. Благодарствую. А между мной и вами сейчас какая? Дух Святой и Дух Святой. Потому что вы мневательны и понимательны. Аминь. Итак, Володенька, слово понимание включает в себя вот что. Вот встретилась девушка с парнем. Она же должна понять, кто перед ней. Ну, конечно. Кто этот человек? Что за личность? Да. Она должна невзначай поинтересоваться его гороскопчиком. Она должна невзначай поинтересоваться его родословным. Опять же, не болит ли коленка? А у дедушки или не болела тоже коленка, например? А может, чего? А кто вы вообще из какого рода племени? Да. А чем занимаетесь по жизни? А что вы и кто вы? А ваш гороскопчик? А ежели он, этот гороскоп, вообще, как, извините, кирпич на голову, и он ей не в гармонию. И тут начинается исследование. После первой же встречи, а может быть, даже и до встречи, идя на нее, она уже собирает на него маленькое духовное досье. И вот тут вот она понимает, что если этот человек полюбил музыку, и он продюсер, значит, он будет ездить, он будет общаться с другими мужчинами и девушками. Он будет занят. Она должна понять, с кем она хочет. И простить. Да. Да. Но к этому мы еще... Ну, если он шахтер, например, да, это значит, что он почти полжизни проведет в шахте. Совершенно верно. Володя, внимание переходит в понимание. Да. Третий оттенок, Владимир. Третий оттенок, Вова, вы ахнете. Уважение. О, да. О, да. Ну, это такая редкость вообще на сегодняшний день. Володенька, и тут я перехожу к тесту. Да. Практический тест. Кстати сказать, если девушка на первом свидании не спросила о родословной, не спросила о маме, о папе, если она только сидела, смотрела на его галстук, на его туфли, на его перстень и спрашивала, где, сколько денег он зарабатывает, но не спросила о нем как о личности, уже можно сделать вывод, что она не собирается понимать его как личность. Это очень важно. Переходим к третьему. Уважение и сразу практический тест. А как проверить, уважает ли этот человек тебя уже, не ставив еще никем для тебя в этой жизни с официальным статусом. И я предлагаю следующий тест. Так. После первой встречи, когда она позвонила через три дня и спросила, как его коленка. На первой встрече она поинтересовалась его личностью, его гороскопом, его родословом, его родом деятельности. Второй тест, он идет с ней куда-нибудь на вечеринку, где присутствуют другие люди. И вот тут ему нужно умышленно, или ей, или ему сделать тест на уважение. Какой? Он должен что-нибудь сделать, какой-то ляпсус. Умышленный. Ну, например, он должен как-то залезть в карман, вытянуть что-то из кармана и забыть засунуть карман обратно. То есть карман телепается, ну вот внутренняя часть кармана. Или он должен какую-то оплошность сделать и специально посмотреть. Во-первых, или она смотрит за ним, или он за ней. Или же подойдет она аккуратненько этот карманчик засунет ему обратно. Сделает так, чтобы никто над ним не посмеялся. Защитит ли она его от насмешек в этой, ну, нечаянной оплошности. Это только пример вариантов для проверки на уважение. Уже с первых моментов знакомства их масса. Это пусть работает ваше воображение. Но надо посмотреть, как проявит себя личность, или же выпить лишнего. Слегка. И что-нибудь болтать, и посмотреть, как она скажет. А вот если она будет рядом и скажет, тихо-тихо-тихо, пожалуйста, не беспокойте моего дорогого там друга. Я забочусь о нем. Я попрошу вас, пожалуйста, без насмешек, пожалуйста, успокойся, я тебе все помогу. Вот если это проходит, после нескольких встреч, уже у человека есть начатки уважения. И так я повторяю. Внимание, понимание, уважение. Первые три мы прошли, а у нас впереди еще четыре Владимира. Так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok